В общем-то, не каждому дано мне, ну, мне дали такую возможность завести свой видеоблог. Хотя, что по сути событий есть? То есть, ну, вот, наконец-таки, после 7 лет истории эксплуатации Ютьюба, я могу показать, что я пытаюсь вам объяснить, как вы можете поесть вкусно. Вкусно, кстати. Мы не говорим о каком-то ресторане. Нет, это абсолютно не ресторан. Там, окрайно, мой дом, где я кушаю, естественно. То, что я буду кушать, и где это все дело можно купить. Дело в том заключается, что раньше, когда-то, в городе Магнитогорске, еще до того времени, когда все это дело случилось, у нас был замечательный местоперерабатывающий комбинат, который делал колбасу. Но колбасу мы большую-то не видели. 2.20 колбаса была и вареная колбаса. 2.20 еще надо было и купить эту колбаску. Ливерная колбаска у нас была. То есть, как-то, ну, не сильно было много чего покушать. Некоторые люди давали бабушке моей охотичью колбаску. Была у нас и такая, да. В остальном, как бы, ну, и когда я ездил по всему нашему южноуральскому селу, я удивлялся, куда наши стада девались. Так вот, наши стада девались очень просто. В свое время их отправляли куда-куда. Ну, страны Варшавского до Дора. Помните, такая штука была? Хорошо они жились, ничего не делали. Жили для нас. Получали все, что угодно. Я как-то переговорил со странами из Варшавского договора. Вот что у них... Что они приобрели, когда они в еврозону вошли. В общем, ничего хорошего они не приобрели, поверьте мне. То есть, когда они из-за нас жили хорошо, это было хорошо и качественно. После этого, как бы, ну, не совсем все хорошо, и там циники весьма интересные вообще. Вот. Что дальнейшее, куда все это дело делалось? Ну, понятное дело, что все это распродали, пропили, проели, пробухали, естественно. И теперь вопрос. Как мы все это дело будем восстанавливать? Ну, было-то время, когда в Магнитогорске было несколько мясоперерабатывающих компаний. Хороших. Комбинат это делал, потом Профит это делал, несколько других структур. По сути событий, вот мы сейчас говорим о том, что я вам показывал. Да, если бы вы внимательно посмотрели, а я бы, если бы все это дело вовремя вам откинул, то все, что делалось, после разрушения Советского Союза, я практически все это дело и снимал. Ну, понимаете, да? Снимал этот рынок на курантах. Помните, да? Все я снимал. Вот. Ели мы различные блюда, разных характеристиках, в принципе. Даже кушали то, что продавалось в администрации города. Там был человек такой, продавал. Вот. И мы что-то покупали. Ну, так вот. По сути событий, что сейчас осталось? Вот я сейчас пришел к выводу, что в городе Магнитогорске, ну, людей, которые занимаются колбасой, то и нет, по сути событий. То есть, что осталось? Осталось Сидна и остался вот про то, что мы будем говорить. Про Глорию. Мы сегодня и переговорим. По одной простой причине. Продукция Сидна хороша, да? Но когда я зашел в магазин, я вышел и думал, час-два ходил, выбирал мясо. Я хорошее мясо не смог себе найти, поверьте мне. В итоге казалось, что можно было купить Глорию. То есть, хорошие, грамотные сосиски там были. Другой вопрос. Когда мы пришли за колбасой, то же самое. Смотрю, говорю, мясо, кур, обвалки. Что это такое? Ребятки, я очень сильно хочу есть нормальное мясо. Я люблю нормальные свинины, сосиски. Я люблю хорошие, говяжьи сосиски. Я люблю сосиски с языком. Ну, хватит нас внедрять всякое били-бирды. Вот, посмотрите, что с моей головой случилось. Часть, это моя работа, естественно, она меня ушибла. Часть, это иммунитет, который я противварил, естественно. Ну, и часть, это всякую ерунду, которую мы питались. Сегодня, сейчас, что я заметил? Я сегодня пришел в магазин Глория, удивился, просто, реально удивился. То есть, оказывается, Магнитогорский наконец-таки появилась та фирма, которая может позволить вам есть высококачественные продукты дома, естественно. То есть, вы можете купить и покушать на обеде. Я вам уже показывал, где это делается. Но по той же простой цене вы все это дело можете купить и дома. Но вопрос цены. То есть, давайте определимся. Вот за моей столом вот то, что делает мясоперерабатывающая компания Глория. То есть, у нее и хлеб они выпекают исключительно и все остальное. То есть, не надо полагать, что мясоперерабатывающая компания Глория только делает колбасу. Нет, такого нет. То есть, вот давайте определимся. Хороший хлеб. Вы его можете увидеть. Причем, чем хороша эта компания? Тем, что она работает прямо для вас. То есть, при вас все дело выпекается. Я, по сути, любитель черного хлеба. Это практически черный хлеб. я его ем. По одной простой причине моя супруга его часто покупает. Так-то столичный сильно надел. Ну, сейчас попробую. Только это я сейчас вам попробую передать, что это такое. Да, это практически черный хлеб. Но в этот черный хлеб включены добавки. А какие добавки? немного. Здесь есть подсолнечника. что это такое, я не знаю. Но это вкусно. Я думал, что это морковка. Но по-моему, все-таки это чуть-чуть другая штука. Вот то самое то слое. То есть аромат становится немножко другим. черный хлеб столичный. Хороший в городе Магнитогорске. Но сейчас появилась исключительно форма. Замена черного хлеба. Вот такая. Реально вкусная. С тем черным хлебом я кушаю хреновину. Я сам изготавливаю. С этим то же самое. С чем как то даже вкуснее получается. Я когда намазываю на него изумительно. Нет того аромата того самого черного хлеба. Но этот очень 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 неплохо. Тем более вы берете его постоянно нового. Вкусно. Попробуй сам. Мы говорили про пятибалльную систему. Вы знаете я бы этому хлебу также выдал пять баллов. Он такой же черный но немножко другой понимаете. Немножко другой немножко совершенно другой вкус. То есть если бы не говорили из каких хлебов я бы отдал пять баллов то естественно столичный и вот это замечательно черный хлеб пани говорит изумительно так теперь кое-что другое я не знаю что это такое но сейчас покажу и в принципе все поймете то есть заходите берите какие-то печенюшечки печенюшечки с чем вот так берите спокойненько пробуйте не пробовал вообще так сладость есть сладость есть есть изюм вот такие перченюшечки не каждый будет себе дома делать вкусно я реально говорю вкусно да супер хотел бы вам другое показать там джем здесь джема нету здесь джема 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 готовлю на длительный срок хранения а эти постоянно для вас представляете я не сильно люблю сахарную пищу джема но когда в определенном коричь это мне нравится просто супер вкусно 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 рассыпается вкусно джема Я начинаю понимать, что если бы и я что-то захотел, наверняка мне надо было зайти в мясные пекарни, у нас в городе их много, где все поделается. Пирожное, ну не совсем пирожное. Вроде как тартареточка, да? А сверху-то что? Тартареточка. Вообще тартареточки не должны быть 100% свежие. Если я вам говорю, что недолго до лыжа, ну не знаю, даже не верьте. Неправильно это все будет. Я чувствую, что все-таки где-то есть мед. Я чувствую, что здесь очень богатые украшения. В смысле, не украшения. Это наполнение из ядер. Не знаю, но вкусно. Ну сейчас, естественно, узелчик тоже тут есть. Круто, конечно. Иногда, иногда, ну крайне редко, рука мне дает такие штуки, сделанные не в Магнитогорске, естественно. Чем мне Магнитогорск нравится, понимаете? Тем, что все это делается для нас, для жителей Магнитки. Ну и близлежащих регион. Понимаете? То есть все это работает постоянно. И все это новое, новое, новое и новое, новое. То есть вы себе старее не возьмете, понимаете? Даже если вы куда-то придете и посмотрите, то при вас что-то делается, при вас выпекается. Все остальное. Допустим, берем зефир. Сколько он может храниться? Часто у вас зефир запекался? Ну бывает такое. Это не может запечиться, потому что, ну, новинки, понимаете? В смысле, это не новинки, это делается постоянно новое. То есть если мы будем говорить о самой структуре, то это уже не мясо перерабатывающая компания. Это уже гораздо больше. Гораздо больше и для вас. Вкусно. Вкусно. Давайте определимся с ценой вопроса. Ну, с теми баллами, которые я бы поставил. Из-за разряда того, что я не пробовал, из-за разряда того, что я пробовал, ну, опять же, я не сторонник сладкостей вообще. Хору надо будет водичку мне попить. Четыре с половиной. Вкусно. Реально вкусно. Я знаю о том, что завтра его просто уже не будет. Он все-таки делал, раскупится. Оба богат. Сыну отдам. Конечно, хотелось бы когда-то. Но такого в Магнитогорске никогда и не было. В Магнитогорске никто никогда не производил конфеты. Не было такого. А так, что мы их закупали. Вот представляете, да? То есть, если вы сильно захотели все это дело попробовать, без крошек бы дело не обошлось. И еще одна штучка. Ммм. Что это такое? Вот посмотрите, как это красиво выглядит. Такая же штука есть во всех торговых точках. Магнит Глория. Фирма на салонах Глория. Фирма на салонах Глория. Что вот эта штука мне очень нравится. Вот мне супруга иногда покупает ее. Ну зачем сейчас что-то другое покупать? Когда берешь, безо всяких приблуд. Просто супер. Так ее кушаешь. Офигеть. Реально офигеть. Обалдеть. Вот. На песочной подушке то, что должно быть. Изумительно. Это я сверху. Глорияцкого ореха доводим. И еще разочек. Нет. Никому не отдал. Сам ее съел. Ну вкусно. Вот за это. Вот за это точно. Очередные пять баллов. То есть. Ну. Потом будет еще кое-что другое. Я не скажу, что да все, я поставлю пять баллов. Ничего подобного. Нет. Этого не может быть. Потому что. Ну невозможно все на пять баллов делать. Правильно? Вы уже прекрасно поняли, что кое-что ниже. Но это. Это. Это мне реально нравится. Поверьте мне. То есть, даже если брать ей аккуратно, да? Вот сбоку берете. Хотя все это. Шоколадная штучка. Она вас не мажет. Просто кушай, видите? Ровненько. Обрабатывается. Изумительно, конечно. Кто-то может делать. Но когда что-то на дамком потоке. Я его, конечно, начинаю понимать. Это, может быть, не надо. Магнитолочка. У него есть фабрики по производству конфет. Во! Вкусно! Ммм. Вот. Тайбол. Тайбол. Я специально поел с надками, чтобы потом вернуться куриету. Ммм. Что такое куриет? Что такое печенности? Или мне не говорить, что я печенности не ела? Ну, печенности для меня лично это было, скажем так, наиболее дешевый вариант еды. Посмотрите на маленькие колбасы. Представляете, да? Берешь ливеную колбаску. Слово о том, сколько ливеных колбас производилось в городе. Сколько их сейчас производится в городе. Как правило, оно дешевле. Да, дешевле. Ну, если все это дело собрать, то количество витаминов и жиров и все остальное оно присутствует. То же самое, если вы сейчас будете брать ливеную колбасу. Какую вы будете брать? Ну, вот это вопрос. Потому что найти качественную при счет то же самое геморройчик. Как вы ее можете найти? Я не знаю. Я не знаю. То есть вот про сосиски я вам рассказал, про колбасы я вам рассказал. То, что вареное, вам надо еще очень-очень долго посмотреть. Идеальный вариант и вообще, если честно, вернувшись на круги своя, все-таки мы еще не все потеряли. Да, ушли люди. Но, тем не менее, Глория-то осталась. Это, естественно, даже супруги себе вот отличный рулет в шпиге. Вы что, думаете, что это все не съест? Я хочу съесть. Сейчас я здесь немножко порежу. Вот так вот. Вот видите, аккуратненько режется колбаска. Если бы честно, я бы вам посоветовал, думаю, колбасу попробую и так порезать. Ну, паштеты, понимаете? Много, много, много разных паштетов. Продается Троицкий мясоперерабатывающий комплекс, Порский мясоперерабатывающий комплекс. Стоит все действительно недорого. Так, чтобы вы могли и покушать. Но, когда я беру вот этот паштет, я это дело паштетом не назову. Даже мясо слизываю. Потому, что это не просто паштет. Это паштет из паштетов. Что такое было рач? Ну, берется различная печень. То есть, говяжья, куриная, свининая печень. И перемалывается, добавляется мясо там, все остальное и кушает его. И еще раз говорю, дешево, сердито пойдет. Дешево, сердито пойдет. Не хочу дешево, сердито. Хочу, чтобы было вкусно. И поэтому снова в Глорию. Я ничего не буду говорить. Глория мне за это дело деньги не платит. Поверьте мне. Она просто дает возможность покушать. оценив это, потом подумав, что может быть другое взять. Как вы уже сказали, хлеб вторичный неплох. Он практически оригинал с вот этим. Но этот мне тоже нравится. То есть, и то, и другое я бы, естественно, брал. Из-за разряда сладостей, ну, вы знаете, я не сильно люблю старые сладости, которые уже где-то подзалежались. поверьте мне. Даже если вы берете там Oreo, вот эта фигня, которая там продается, да, она тоже иногда может заряжаться. То есть, представляете, да, срок хранения. Во, срок хранения. Чем он дольше, вы сами думаете, что вы там будете кушать. Ешки, ешки, там, подголосители, загустители. Это нет, это готовится и все. Вы это съедаете, поверьте мне. Съедаете, потому что это вкусно. То есть, думайте сами. чем мне нравится данный паштет. Тем, что он очень хорошо приготовлен. И соль хороший, и перец есть. Причем, перчинки, само, маринованные перчинки. Ну, вкусно, просто работает. и снаружи. Также залетает. А еще, в этот паштет добавлено мясо. Я не знаю, но буду думать, что это все-таки говядина. Буду думать. Сам паштет лично у меня не вызывает никаких отвращений. Я бы и ел, и ел, и ел бы. Поверьте мне, это очень вкусно. И, наконец-то, я вам могу сказать, что даже при вашем большом желании есть всяких разных вышечей и абсолютно невкусных. Давайте все-таки обратимся к фирме Глория. Магнитоборск как раз. Продукты, как вы видите, изумительные. Это что-то такое вкусное, а? Перчик зашел. Супер! Причем перчик не перебивает настроек, он в тему так вкатывает. То есть, есть разные перцы. У меня в доме, естественно, этих перцов очень много, потому что я как гражданин части других стран и большая часть это юг очень любую перченную пищу. Я ее просто обожаю. В данном случае нету того промочающего эффекта, что у меня есть виндала. обалденная штука, не каждый ее съест, это просто офигеть. Но вот это это подчеркивание, понимаете? Если вы что-то кушаете, то и перец, и специи, они должны подчеркнуть аромат, понимаете? В данном случае аромат подчеркивается. из всего количества паштета этому только 5 баллов. Вот такая она штука фирмы, которая у нас производит мясопродукты. И не только мясопродукты, под названием Глория. 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 Глория.